здравствуйте друзья данный ролик предоставлен подписчикам автору огромное спасибо я как всегда по своей традиции не слушаю целиком ролик делаю выхватки такие понимаю что ролик интересный только после этого выкладываю точнее начинаю монтировать и уже после того как сам послушал грубо говоря вместе с вами до что называется вставляю свежие комментарии то есть сейчас я его буду слушать точно так же как и вы впервые и так автору очередной раз огромное спасибо поехали слушаем компания феникс представители тинькова страшные и ужасные друзья я позволю себе некоторые комментарии в процессе звучания этого диалога уж не обессудьте мне так всегда больше нравится да и вам мне кажется интереснее будет комментарии слушать сразу его как сразу с места в карьер отдел сопровождения исполнительного производства то есть претензии на то что уже сформировано исполнительное производство типа был суд и совершенно отчетливо и очевидно исполнительный лист и конечно же судебные приставы этим занимаются а феникс до такой степени самомнительный что он сопровождает работу судебных пристав вот так можно расшифровать ее заявление страшно звучит соглашусь но ничего общего с правдой не имеет поехали слушаю дальше по Санкт-Петербургу скажите пожалуйста слышите меня хорошо Алексей Юрьевич правильно фамилию произношу я с вами по судебному решению в отношении банка тиньков алло я слушаю вас слушаю так вот в статье 30 у вас есть возможность в течение трехдневного срока в добровольном порядке погасить свою задолженность иначе столкнуться с принудительным взысканием вы можете в самое ближайшее время что значит с принудительным взысканием а почему вы не оплачиваете свои обязательства а почему вы нарушаете 230 статью федерального закона какую статью мы решаем что у вас судебный задолженность ну я тут поправлю человека не 230 статью федерального закона а он так и называется федеральный закон 230 федеральный закон ну и там если мне память не изменяет статья 9 если он имел ввиду уведомления физического лица о наличии третьих лиц ну то есть о том что банк передал полномочия либо вообще делегировал какие-либо функции третьему лицу а это дурочка ничего тоже не понимает совершенно как и все ее коллеги но она тут же почему мы на вас в суд не подаем переспросила вот не на меня она нарвалась я бы вот эту ее вот этот ляп бы и раскатал бы по всей физиономии будет где-то диалог со мной ну давайте послушаем как наш автор будет в этой ситуации себя вести очень интересно что вы вообще такие я вам говорю калетовское агентство феникс вам неоднократно сообщалось что вам сообщалось сейчас я вам какими словами сообщалось довожу до вашего сведения что банк Тинькофф предоставит нам на ночь по возврату долга калетовского агентства феникс основания такие что уступка прав статья 382 забежите прочитать 230 федеральный закон обязаны проинформировать в письменной форме с заказным письмом под подпись я уверена что вас неоднократно уведомляли о том что банк может переносить у вас есть juして Filet этот момент для вас настал 欸四 я говорю ещё раз у вас есть документ с моей подписью документ мая подписью есть о том что я отвечу помещу помещу это не не однадцати нет у вас такого докумуска асс если вы хотите вам надо такой документ это ваша вина чтобыwo эсэм realise мне это не у вас это всё есть Алексею Юрь напишите наш адреч sen мне это не Это не нужно. Слышите меня? Когда вы будете в суде... Это нужно вам. Вот когда я буду в суде, вот тогда мы с вами будем разговаривать. Пока вы для меня никто из вас никак. Я вам еще раз говорю неоднократно... А я вам еще раз говорю, что для меня вы пока никто из вас никак. Пока не будет официальной бумаги... Вы можете оставить заявку на официальном сайте. Я не хочу ничего делать, вы понимаете? Меня все устраивает. Это вас что-то не устраивает. А знаете, что я вам скажу? У нас все звонки записываются. Я смотрю, что вы уже начали тут играться. А у меня тоже звонки записываются. Я вам предлагаю, запишите заявку, оставьте на сайте. По какому основанию вы отказываете это сделать? По какому основанию вы не хотите оставить заявку на сайте? Пожалуйста, я вам всегда есть информация. Да мне это не нужно, ты понимаешь, нет? Как это вам не нужно? Как это вам не нужно? Вы сами себе противоречите. Вы столько что записали сейчас у меня. Что вы сказали? Это вам нужно. Это вам нужно. Это вам нужно. Поэтому вы на основании статьи 230 обязаны меня проинформировать. Алексей Юрьевич, я не могу сказать. Да нет. Нам уже все. Вы не кричите, пожалуйста. Вы запишите заявку. Да я не кричу, пожалуйста. Мне вообще по барабану. А почему вы так не хотите записать? Да потому что мне это не нужно. Почему? Вы что хотите сделать? Я ничего не хочу. Вы хотите нас обмануть? Нет. А почему тогда вы не хотите? Я вам говорю, что вы... Да потому что я не хочу, понимаешь? Нет? Я не хочу. Да потому что это надо сибиря. Это вы платить не хотите получать? Правильно я говорю? Вы хотите не платить. Правильно я кредит? Да ты же меня вообще никто. Что ты вообще за вопросы какие-то задаешь? Еще чего-то. Я еще раз говорю. Я вам вот что и говорю, Алексей Юрьевич. Мне хорошо слышите, да? Кому-то сказал, если нет права. Подать на ваш суд. Уже в ближайшие дни мы направляем документы... Да вперед! Вперед! Давай подавай в суд. Друзья, в порядке. Сотяши, сейчас вас мало. Давай подавай в суд. Чего ты звонишь-то? Чего ты звонишь? А, давай. Сейчас. А последствия сюда вам знакомы? Конечно. И тут я считаю необходимый комментарий. Дело в том, что ты, дорогуша моя, прежде чем подавать в суд, должна еще в том самом суде закрепить право требования. А именно, не просто на основании договора подавать в суд, никто не примет твое исковое заявление, потому что это в судебном формате не закрепило полноценное право. И вот, что я тебе хочу сказать. Ребята, я, конечно, понимаю, что вы тоже в курсе, что я сейчас обращаюсь, как говорится, к этой вот курице. Итак, хочу сейчас процитировать Гражданский кодекс Российской Федерации статью 388 «Условия уступки требования». Поехали. Уступка требования кредиторам, цидентам, другому лицу, цессионарию, допускается, если оно не противоречит закону. Это часть первая. Часть вторая. Не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника. И здесь тоже нужно сейчас прокомментировать своими словами. Дело в том, что в нашем конкретном случае кредитор, обладатель, носитель лицензии Центробанка, а компания «Феникс» стандартно ООО. Ну, грубо говоря, просто коммерческая структура, сродни обычному наречку, киоску, какому-нибудь там ремонту обуви, ну или даже прокату велосипедов, либо автомобилей. И никаким образом вот эти вот их юридические права даже близко не соприкасаются с теми правами, которыми наделен кредитор основной, на основании лицензии Центробанка. В этой связи уже тут. Очень сложно будет признать в законе, законно в суде, вот то самое право требования. Третья часть еще больше подчеркивает жирной чертой бесполезность этих вот угроз. Соглашение между должником и кредитором об ограничении или запрете уступки требования по денежному обязательству не лишает силы такую уступку и не может служить основами для расторжения договора, из которого возникло это требование. Но кредитор не освобождается от ответственности перед должником за данное нарушение соглашения. Грубо говоря, что-то и может произойти. То есть договор цессии может быть заключен, но если человек будет в суде настаивать на том, что он не давал на это никакого согласия, этот договор, естественно, будет признан ничтожным либо незаключенным. Ну там уже все на усмотрении судей и по, собственно говоря, по обстановке, что называется. Но результат один и тот же. Существует статья гражданского кодекса, где должнику достаточно заявить, что он не давал согласия. А если он еще отправлял в самом начале, как мы делаем всегда для наших клиентов, отзыв согласия на обработку персональных своих данных и передачу этой информации третьим лицам, то этот документ железобетонное свойство несет в себе, чтобы эту статью в части третьей подкрепить. Четвертая часть. Право на получение неденежного исполнения может быть уступлено без согласия должника, если уступка не делает исполнение его обязательств значительно более обременительным для него. Вы понимаете, что четвертая часть этой статьи гласит? То есть, если они передают, допустим, этот долг, то они его должны передать только в том формате финансовом, в котором был заключен договор. Без каких-либо процентов, штрафов, пеней. Если уж, скажем так, Тиньков это делает, то он должен подкрепить договором, которого никогда, договором кредитным, я имею в виду, никогда у Тинькова этого договора не было. И быть не могло. У них есть оферта там и все остальное, где не прописаны существенные условия, где он просто не сможет манипулировать вот этой частью этой статьи. Ну и дальше здесь несущественные моменты идут. Ну, почитайте сами, если хотите. Я всегда призываю открывать, читать, смотреть. Статья 388, я вам повторю. Ну, поехали дальше, послушаем, что будет, как события будут развиваться дальше. Ну, какие вы думаете, послушаем? Во-первых, вы платите... Да я то, что думаю, это мое личное дело. Ваше личное дело, это было в 14-м году, а сейчас вы уже давно... Сколько у вас уже, каков, сегодня год? В 17-й год? Это надо было решать вам? Когда еще, понимаете? А теперь мы сейчас с вами решаем вопрос. Сейчас уже уступку прав, хотя 388 старайтесь... Ну, давайте будем справедливыми. Раз она упоминает статью 382, мы с вами тоже ее посмотрим. И попробуем быстренько, как говорится, на лету разобрать. Итак, ГКРФ статья 382 Основание и порядок перехода прав кредитора к другому лицу. Поехали. Право требования, принадлежащее на основании обязательства кредитора, может быть передано им другому лицу по сделке. Уступка требования или может перейти к другому лицу на основании закона. Это то, что им говорят почитать. Вторая часть. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника. И вот это им дают почитать. И даже если бы они чуть-чуть дальше после запятой читали, то уже бы задумывались. А им этого не дано. Ну, задумываться я имею в виду. Может буквы они... Я имею в виду. Буквы, может, они и знают, и читать даже некоторые умеют. Но вот. И тут после запятой вот что. Если иное не предусмотрено законом или договором. А об этом мы с вами рассуждали, когда смотрели так на бегу 388 статью. Про законы, про договор. И тут продолжение. Если договором был предусмотрен запрет уступки, сделка по уступке может быть признана недействительной по иску должника. Только в случае, когда доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать об указанном запрете. Вот понимаете? Я же еще раз говорю. Они должны сначала в суде зафиксировать легитимность вот этого вот договора, цессии. То есть, доказать судье, что этот договор заключен с соблюдением закона. И если человек зачищается, либо человек клиент компании АЛИАМ, то этого сделать нереально. Потому что существует документ. И у нас есть доказательства о том, что мы доставили этот документ под роспись основному кредитору документ. Этот называется отзыв согласия на обработку персональных данных и передачу этой информации третьим лицам. Это самый первый документ, который мы отправляем от лица от имени наших клиентов в адрес кредиторов. И все. Никакой цессии. Ничего не может быть в законном формате. Ни один коллектор не сможет никогда подать в суд на наших клиентов. Еще ни один коллектор не подавал в суд. А если и подают, то здесь, как говорится, вопрос выеденного яйца не стоит. Ну и дальше почитаем. Предусмотренный договором запрет перехода прав кредитору к другому лицу не препятствует продаже таких прав в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве и законодательством о несостоятельности банкротства. Ну, банкротство – это отдельная история, про него мы будем разговаривать. Может быть, потом я одно скажу, что этим мы не занимаемся, потому что это невыгодно для наших клиентов. Если должник не был уведомлен в письменной форме о состоявшейся переходе прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск, вызванный этим неблагоприятным для него последствиям. Обязательства должника прекращаются его исполнением первоначальному кредитору, произведенному до получения уведомления о переходе права к другому лицу. Тут уже детали, но вы все это должны понимать еще раз вас. Очень сильно прошу, призываю, всегда читайте. Только услышали из рта этого вот звонилки какую-то статью, чтобы быть в курсе, чтобы не бояться. Тут же Google вам помощь, Яндекс, и читаем, и вникаем. Только, пожалуйста, не заголовки, а включаем мозги. Итак, слушаем дальше. Теперь мы напрямую с вами вот общаемся. Я так не говорю, как будет у меня проблема? Ты напрямую со мной будешь общаться, когда информируешь меня о переуступке прав, требования, письменной форме, заказным письмом, под подпись. Понятно, я тебе еще раз говорю, курица? Я вам еще говорю, вы можете оставить... Да ты гудок тебе забей в ваш мяк, то, что ты говоришь. Вы знаете, что краски красит. Вы сейчас все запекаете, это все будет все... Да мне пофиг. Я вам довожу до сведения отправьте заявку на сайт, если вы говорите, что вы не получали, но мы все отправляем, понимаете? Я вам говорю, запишите, и, пожалуйста, или направьте с письмой зрения по адресу, я вам адрес даже готова продиктовать, а вы отказываетесь. Почему вы отказываетесь? Какие у вас... Ты себе продиктуй адрес. Я его знаю наизусть. Вот и замечательно. Я вам поэтому говорю, давайте запишите, будет у вас... Давайте бездавайте, а? Стоит ты там привыкла давать, что ли? Вы, пожалуйста, запишите, и не будем грубить, хорошо? Я думаю, вы мужчина образованный, все понимаете, статьи знаете все, значит, что такая 30-я статья, значит, что 33-я статья, 99-98-мая. Так и хочется сказать, прррррр, стой на месте, ты что вообще сейчас зачитала? Я вот слышал это, я прям напрягся, думаю, так, дай-ка я посмотрю. Итак, внимание, начнем с 30-й статьи. Ну, 30-я статья, я прям сразу, чтобы, ну, она шпугает Уголовный кодекс. Это подготовка преступления. 33-я статья – это пособничество в преступлении. Если брать 30-ю статью Гражданского кодекса Российской Федерации, то это, ну, попечительство. Если брать, ну, понимаете, да, тут как бы ни о чем. Если брать 99-ю статью Гражданского процессуального кодекса, это, ну, так я вам скажу, тоже взыскание компенсации за потерю времени. Чего она тут это хотела предъявить нашему автору? А 98-я статья – это распределение судебных расходов между сторонами. Это ГПК РФ, если брать. Если Гражданский кодекс Российской Федерации, 98-ю статью брать, это создание акционерного общества. 99-ю статью Гражданского кодекса Российской Федерации – это установной капитал акционерного общества. Дальше я так посмотрел. Если Уголовный кодекс брать, 98-ю статью, это цели принудительных мер медицинского лечения. Это чё к чему. Опять же, она объясняет цели применения принудительных мер медицинского характера. Каким образом тут она может работать? Может, она про себя тут? Ну, и 99-я статья УК РФ – это виды принудительных мер медицинского лечения. Ну, для алкоголиков всяких там всё такое. Наверное, всё-таки она, ну, себя имела в виду, да? Ну, давайте слушать дальше, что там, как будут развиваться события. В принудительном порядке можем взыскать. Скажи, пускай... Ты сначала в суд подай. Ты сначала в суд подай. Суд подай сначала. А потом будем разговаривать. А я с пакетским фениксами и царом утвердать ваше дело на судебный участок, что я действую и сделаю. Тогда, если суд 26-й, судебный приказ будет у вас вынесен в течение этой недели в ваших руках, понимаете? Есть такая статья, 126-я, да, вынесение судебного приказа. Ну, и также есть 128-я, 129-я, которая регламентирует, как отменить судебный приказ и по какой причине. То есть, в двух словах они выносят этот судебный приказ без объяснения причины человека, оппонента. Есть такое же право отменить его с той самой даже причиной. Просто написать в ответ на полученный судебный приказ не согласен, и все, и приказ будет отменен. И здесь она не у дел, понимаете? Понимаю, я его точно так же опротестую, элементарно совершенно. Я вам поэтому говорю, если вы говорите, что вам вы ничего не получаете, я вам говорю информацию. Вот я тебе тоже говорю, я ничего запитывать не буду. А как мы вам можем сдать, если вы не делаете запрос? Это надо тебе, тебе надо, а не мне, понятно? Поэтому посылается по почте России, заказным письмом. Это мы вам все посылали. У тебя подпись моя есть, что я получил? Еще вам посылали. Вот я вам говорю, чтобы у вас сейчас подпись была, пожалуйста. Мне это не нужно, я тебе еще раз говорю, слышишь, блин, Ну ты что, тупая, что ли? Почему это вам не нужно? Ответьте, почему это вам не нужно? Почему это вам не нужно? Потому что это нужно тебе... Вы взяли кредит. Нет, вы взяли кредит. Вы никакой ответ between чрез Property. Вы хотите обмануть и банк, и Феликс, получается? Банк меня два раза обманул. Банк меня обманул два раза. Слышь меня, тупая дура. Это надо всего в банке решать, понимаете? Это надо всего в банке решать. Спасибо, что вы меня так оскорбляете, все записываете, все это идет только... Да, ради бога, господи, ты боже, да. Я вам еще говорю, информацию я вам даю. Будете взять эти зарядку посылать? Нет. Чтобы вам документы пришли, которые вы хотите, и очень переживаете, что у вас их нет. Я понимаю, что вы расстроены, как вы меня кричите, что у вас документы сцепляют. Я не кричу, понимаете, я абсолютно не расстроен. Мне вообще путь. Вы не расстроены? Ну я смотрю, что вы не так-то думаете, что вы не расстроены. Отказ от оплаты все равно... А это что ты заикаешься, а? Соберись! Я не заикаюсь, я просто над вашими словами в шоке, как только вы меня не обозвали. Ой. Еще Алексей Юрьевич. Ой. В общем, Алексей Юрьевич, вы сейчас... Я вас еще отказал, да? Ради бога. Вы хотите все решить, я поняла? Да, совершенно верно. Я желаю отвечаю. Все, идите по-вестке. До свидания. Всего доброго. Спасибо автору, хорошо получилось. Я сейчас хочу обратиться к тем, кто присылает нам ролики и потом недоумевает, почему мы не выкладываем. Во-первых, огромная очередь, да? И мы не так часто выкладываем ролики людей, приходится некоторые прослушивать. Ну, просто очень много бывает таких вот вообще ни о чем. Я понимаю, что каждый, особенно те, кто только-только начинают беседовать с коллекторами, кажется, что даже полминутный какой-нибудь ролик, где вы не испугались, заслуживает какого-то там определенного уважения. И вы правы. Это действительно первые шаги. Но на канале нужен драйв. На канале нужно что-то интересное. То, что можно прокомментировать. А ни в коем случае не интересен стандартный такой обычный диалог, которых у нас, поверьте, сотни лежит. И мы их не закидываем. Ну, ладно. Это что касается тех, кто хочет, чтобы на своем канале размещали ролик. Вот этот ролик хороший. Мне он понравился. Есть что прокомментировать. И хоть и нет какого-то драйва, но есть, скажем так, информативная часть. И демонстрация независимости человека, автора от вот этих наездов. И полная такая четкая, отчетливая демонстрация тупизма коллектора. Это тоже круто. Ну что, в очередной раз спасибо. Комментарии юридические, я думаю, оставлять нет смысла. Я максимально все, что мог в процессе ролика, все вам продекламировал. Единственное, обращусь к тем, кто недавно на нашем сайте, кто хочет воспользоваться услугами юристов компании Алиам. Пожалуйста, пройдите по ссылочке на нашем сайте. На наш сайт, простите, ссылочка в описании ролика. И для вашего удобства, сейчас в правом верхнем углу выйдет кликабельная подсказка. Вот она. На сайте выложено видео. Алгоритм работы кредитных юристов компании Алиам. Посмотрев это видео, вы поймете, что мы для вас делаем. Как это будет выглядеть, что в результате вы получите, сколько это будет стоить, сколько времени займет. Про время я хочу акцент один поставить. Дело в том, что как только вы примете то самое верное решение, обратиться за юридической защитой и освободиться от долгового рабства, считайте, что вы свободны. Дело в том, что по условиям договора нашего с клиентами, основное условие это прекращение всех финансовых отношений с вашим кредитором. Да, как только вы подписали с нами договор, вы уже можете не платить. И поверьте, это будет законное основание. Мы сделаем все для того, чтобы вы оставались в правовом поле. И ничем это вам не грозит. Ни копейки в банк. Для кого это условие победимое, пожалуйста. Считайте, что вы уже свободны от долгов. Но только при одном условии, если вы приняли то самое верное решение. Освободиться от этих долгов в документальном формате. Если хотите узнать еще большее, помимо того, что выложено на нашем сайте, предлагаю посмотреть обращение Кузнецова Дмитрия, руководителя компании АЛЯМК, подписчикам, слушателям канала, клиентам. У нас уже сформирован целый плейлист. Ссылочка на плейлист выходит в правом верхнем углу видеотрансляции. Пожалуйста, посмотрите. Вот она. Послушав эти ролики, вы, во-первых, познакомитесь воочию, увидите Дмитрия. Ну и, конечно же, подчеркнете много интересного и полезного. Информации достаточно много. И преподнесена она в таком общечеловеческом формате. Еще раз предлагаю вам всем тем, кто принял то самое необходимое для себя решение, воспользоваться услугами юристов. Драться навсегда, закрыть все свои вопросы в документальном формате. Если вы хотите вопросы, связанные с кредитами, с кредитными обязательствами, освободиться от кредитного рабства, посмотрите. Это обязательное условие видео на нашем сайте. Вот еще раз для вас кликабельная подсказка выходит в правом верхнем углу трансляции. Вот она. Смотрите видео на сайте и сделайте все так, как там рассказывается. Оставьте в форме на сайте заявочку с корректными данными и ждите звонка нашего специалиста. Вам позвонит один из юристов нашей компании в рабочее время. Если вы не берете с незнакомых номеров телефон, то в правом верхнем углу на сайте есть номер телефона. Обратите внимание на сайте непосредственно. Забейте эти цифры в себе в записную книжку. Обозначите это как юристы компании Алиам или еще как-нибудь. Алиам, юристы, Алиам. И ждите звонка от наших специалистов. Не пропустите звонок. Звоним мы в рабочее время по московскому формату. Если у вас останутся вопросы, вам обязательно ответят наши специалисты на эти вопросы. И расскажут, как вы будете взаимодействовать с нашей компанией, если решите заключить договор. Все-все-все вам расскажут. Хотя на видео и так все достаточно подробно описывается, рассказывается на том самом человеческом общедоступном языке. Ну что, ставим лайк, подписываемся, если не подписались на наш канал. Кстати, группа ВКонтакте существует. Ссылочка на группу в описании этого либо любого другого ролика. Там все наши ролики дублируются. Помимо этого еще много интересной информации в группе ВКонтакте. Репост в соцсетях, друзья, обязательно. Я считаю, чтобы как можно больше количества людей узнало всю правду. Что не так все страшно, как на самом деле преподносят банкиры. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания АЛЯМ. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok